Девушки отдыхают Кто может справиться с осенней депрессией с помощью друзей, а кто только с помощью лекарств. И что делать, чтобы вообще этой осенней депрессии у вас не было. Сейчас узнаю все подробности у нашего позитивного эксперта. Поехали! Ткаченко Галина Андреевна, кандидат психологических наук, медицинский психолог, центральной клинической больницы, управление делами президента. Галина Андреевна, здравствуйте! Что вообще такое осенняя депрессия? Первое, это просто плохое настроение, или назовем это осенняя хандра. На смену солнечным, теплым, жарким дням пришло вот такое серое небо, серые холодные дни. Наши красивые платья мы сменили на куртки, на теплые цвета, кофты. Конечно, печально и грустно. Второе, это сезонное эффективное расстройство. Это уже более сложное такое состояние, которое часто врачи ассоциируют с таким особенным течением клинической депрессии, которое бывает сезонным, то есть в определенное время года, и чаще всего как раз развивается осенью. Ну и третье, конечно, состояние, это уже клиническая депрессия. И здесь очень важно понимать, что какие отличия между этими тремя состояниями, а потому что и способы БРБ, и способы, как справиться с этими состояниями, абсолютно разные. Чем же отличаются хандра, сезонное эффективное расстройство и настоящая депрессия? Сезонная хандра, да, или осенняя хандра, это когда человек чуть-чуть больше хочет есть, чуть-чуть больше ленится, чуть-чуть тяжелее ему просыпаться. То есть это такое немножко грустное состояние такой души, но при этом человек абсолютно нормально функционирует. Он встречается с друзьями, с родными, с близкими. И вот это вот чуть-чуть, да, вот эти вот, и такое апатичное настроение, оно бывает периодами. Основного в этом состоянии нет. Сезонное эффективное расстройство – это уже более сложная и более серьезная проблема. Человек много спит, 10 и больше часов. Он постоянно отмечается переедание. Кроме того, человек начинает отделяться от своих знакомых, близких. Ему не хочется ни с кем общаться, не хочется заниматься сексом. На кое состояние, когда человек наполовину, да, погружен в себя. Серьезная проблема. Самое опасное то, что это состояние уже может развиться и привести к клинической депрессии. Клиническая депрессия, Маш, ну, наверное, я вам предоставлю возможность, да, показать нам, как это происходит, когда человек полностью погружен. Клиническая депрессия. Своей мысли у него нет никаких желаний, ничего не хочется делать. Вообще клиническая депрессия – это психическое расстройство, которое характеризуется тремя основными, так называемой, триадой симптомов, по которым, собственно, можно предварительно даже диагноз поставить. Первое – это повышенная утомляемость. Как правило, эти люди уходят с работы, потому что у них нет просто сил туда ходить. Это подавленное настроение, которое длится больше двух недель. Иногда даже бывает, что человек просто вообще ни с кем даже не разговаривает. И третий симптом – это ангидония, то есть это когда человек теряет способность получать удовольствие от жизни. Ничего его не радует. Все те вещи, которые приносили удовольствие, теперь ему кажутся абсолютно бессмысленными. Это клиническая депрессия. Она очень опасна. И если большинство людей думает, что это можно самостоятельно справиться, как правило, требует участие специалистов. Так, друзья, как вы понимаете, что осенняя хандра и настоящая осенняя депрессия – это совершенно разные состояния. Как же мы будем бороться с осенней депрессией? Прежде всего, это короткий световой день. В результате вырабатывается мелатонин, гормон сна. И отсюда вот эта сонливость, которую мы ощущаем осенью. Чем темнее, тем больше мы хотим суббаться. Чем больше темноты, тем больше вырабатывается мелатонин. В то же время, чем больше вырабатывается мелатонин, тем меньше вырабатывается серотонина. Это нейромедиатор, который отвечает за наше хорошее настроение. Поэтому вот эта грусть, уныние – это тоже как бы характерно для осени. И что делать? Ходить с лампочкой по улице? Нужно спать в 8-9 часов, ложиться в одно и то же время, вставать в одно и то же время. Очень рекомендуется днем открывать шторы, жалюзи, включать яркий свет. Второй фактор – триггер, который также влияет на развитие осенней тепрессии – холода. После летней жары, особенно прекрасного августа, который был в этом году, нужно около месяца для того, чтобы организм адаптировался к холоду. Плюс 10 в сентябре всегда субъективно кажется холоднее, чем те же плюс 10, но в март. Действительно, вот та энергия, которая тратится на адаптацию к погоде, оно, к сожалению, уменьшает выработку серотонина. И опять-таки таким образом мы испытываем грустное настроение. Поэтому давайте мы его оденем. То есть нам надо теплее одеваться, чтобы было больше серотонина и не через депрессию? Нам нужно больше двигаться. Доказано, что самым лучшим и самым эффективным способом повышения выработки серотонина является физическая нагрузка. Я не буду носить шапку, буду ходить, как взрослая, без шапки, зато буду ходить вот с такими вот движениями. И приседать при любом удобном случае. Да, буду приседать при любом удобном случае. Никакой осенней депрессии у меня не будет, чего и вам желаю. Галина Андреевна, спасибо вам большое за такой позитивный рассказ. Спасибо огромное. Я желаю всем самого-самого прекрасного настроения. Итак, друзья, вызов принят. Буду ходить хмурыми осенними вечерами вместе с этой лампочкой улучшать вам настроение и спасать от осенней депрессии. Любите себя и свой город на случай и будьте позитивны. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok